Суд примирения не разрешил. Водитель школьного автобуса просил закрыть дело в отношении Зульфии Саид-Муратовой. Женщина набросилась на него сбитой, помогала своему другу Мустафаеву. Он несколько раз ударил водителя автобуса ножом. Все происходило на глазах у десятков школьников. За судебным процессом следил наш корреспондент Владислав Беляков. Сейчас Зульфия Саид-Муратова испуганно и растеряна. В ней сложно узнать разъяренную женщину, которая набросилась сбитой на водителя школьного автобуса. Судят ее отдельно от главного фигуранта Ализаде Мустафаева по статье «Хулиганство». Она пошла на сделку со следствием и дала показания против бывшего сожителя. Насчет душевного прощения, они уже прощены, как бы жестко наказывать их за что-то. Похожим на них я не хочу быть. Определять претензии к девушке, это, считаю, не мужским доступно. Кровавая разборка произошла в декабре. Автобус со школьниками из Кировска двигался по Октябрьской набережной. Рядом оказалась дорогая иномарка Мустафаева. Своего апогея конфликт достигает здесь, через 100 метров после Владарского моста. На этом повороте, постоянно провоцирующем ссоры между автовладельцами. В самый час пик, черный джип перегораживает дорогу автобуса с детьми. Оба водителя выходят к обочине. Недолгая перепалка перерастает в драку. Когда он уже выходил из машины, я уже видел, что он несет с собой что-то. Я вышел навстречу к нему, повернулся к нему спиной, объяснить ему, я везу детей, чтобы освободил мне дорогу. И в этот момент я уже спину получил удары ножом. Саид Муратова не пыталась остановить озверевшего приятеля. Наоборот, напала на раненого мужчину с битой. На помощь истекающему кровью водителю бесстрашно бросилась учительница. Она сопровождала детей. Я сказала, сволочи, да что ж вы делаете? Разворачивается женщина и мне говорит, кто сволочи? Я говорю, да вы. Она схватила меня за грудки, растрясла и отшвырнула. После чего я вернулась в автобус, потому что дети стали плакать, паника началась. От пережитого Валентина Ткачева попала в больницу с сердечным приступом. Дети были напуганы, им потребовалась помощь школьного психолога. Свидетелями оказались пять детей из состава 24, которые были на экскурсии, и сопровождающие взрослые. Это воспоминание на всю жизнь у пятерых детей, которые это наблюдали. Но действительно таких нарушений психики у детей не отмечено. Водитель автобуса Каримзи Евдинов около месяца провел в больнице. Амбулаторно лечится до сих пор. Пострадавший водитель автобуса попросил прекратить преследование Саид Муратовой. Сказал, что обвиняемая извинилась перед ним и возместила ущерб. Суд отказал и оставил ее под стражей. Приговор обвиняемой вынесут через две недели. Главному фигуранту Ализаде Мустафаеву в конце марта продлили арест еще на два месяца. До следующего заседания суда. Владислав Беляков, Степень защиты. Субтитры создавал DimaTorzok